МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшняя наша встреча – это ни в коем случае не попытка навязать какое-то своё мнение, может быть, догмы, которыми мы обросли за некороткие жизни. Это попытка каким-то общим собственным взглядом посмотреть на проблемы творчества, на суть творчества. Многолетнее пребывание среди поющих и сочиняющих песни но сделало нас теми, кто мы есть сегодня. Каждый из нас пришёл к этой точке со своим багажом, в котором совершенно разные могут быть и мнения. И багаж этот наполнен совершенно разными вещами. По, скажем, по весу даже и по наполнению они рознятся, потому что каждый из нас прожил свою жизнь. Наши мнения очень часто не совпадают, но на протяжении многих лет и даже десятилетий мы каким-то образом умудряемся находить взаимопонимание и живём в мире согласия. А вот мы сейчас посмотрим, найдём мы взаимопонимание или нет. Ну, давайте для начала познакомимся. Вот. Надломилась тростиночка душа, Мне за вами нынче в гору не поспеть. Ах, как хочется по-новому дышать, Да ещё по-старому спеть. Рук не согреть у чужого огня, Мимо чужих вершин, Там, на берегу, Ожидают меня Дерево, Дом И сын. Ну, подарит Вторую жизнь Мне какой-нибудь Пьяный факир. Не дано по-другому прожить, Не дано по-другому прожить, Даже если обрушится мир. Вот и плыву на исходе дня Кустью реки один. Там, на берегу, Ожидают меня Дерево, Дом И сын. Малых Лев Александрович Родился 28 сентября 1941 года. По окончании семилетки Поступил в горный техникум города Садки. Получив специальность, Работал на шахтах и рудниках. Вернулся в Уфу в 1961 году. Выступал в составе вокально-инструментального ансамбля При молодежном театре эстрады. С авторской песней познакомился в 1962 году. Позже обучался в театральной студии При Республиканском театре драмы. Принимал активное участие В образовании и становлении Клуба самодеятельной песни «Сентябрь». С 2005 года сотрудничает с клубом «Белый ворон». Участник фестивалей в Минске, Чебоксарах В памяти Валерия Грушина Трижды лауреат Эльменского фестиваля. Итак, начнем с начала. С самого начала. С чего начинается творческая личность? В какой момент человек чувствует... Прежде всего, в осознании себя. Осознание себя приходит, как я понимаю, в детстве. Конечно, конечно, конечно. Важно в этот период, конечно, Как можно больше вбирать в себя то, что вокруг тебя. Важно, чтобы человек, который рядом с этим молодым, Начинающим автором, поэтом, писателем, Я не знаю, чтобы был достаточно квалифицированным человеком. Значит, когда я учился в техникуме, У нас была изумительная совершенно преподавательница по литературе. Ну, изумительная совершенно. Она могла урок устроить как угодно. В игровом плане. В плане художественного чтения. Даже вот она спросила, Ты вот это помнишь? Что тебе в Твардовском, в Тёркене больше всего понравилось? А я не читал. А почему ты не читал? Ну, тогда еще, так сказать, Твардовский был в части. Сейчас что-то немножечко по-другому все. Вот эта учительница дала мне серьезный толчок к самопознанию, к самообразованию. Самопознание и самообразование – это разные немножко вещи, конечно. Каждый из нас, людей, пишущих, проходил через такую стадию, как графоманство. То есть просто человек начинает что-то писать. Он же не может сразу взять и писать. Ну да, да. Я думаю, что абсолютно все проходили через эту стадию. Только кто-то, так сказать, избавился от этого недуга. Это болезнь. Ты считаешь, что это плохо? Нет, я считаю, что это неплохо для начала. Потому что не избежать этого. Не избежать. И подражательства в том числе. А дальше уже, дальше все развивается по-другому. Либо ты перешагнешь через эту болезнь, либо ты в ней останешься и будешь суперграфоманом. Вот я себя считаю графоманом всегда. То есть дальше графомана я себя никогда не позиционировал. И что? Что? Чтобы человек позиционировал себя в этой стадии, он должен прежде всего нормально, осознанно относиться к критике. А вдруг, а вдруг это правда, то, что мне говорит мой оппонент? А вдруг это действительно так? Давай-ка я посмотрю, что делают другие. Может, они тоже графоманы? Это в интернете как вот там что-то, ты где-то куда-то путешествуешь? Стихи читаешь? Стабильно нет. Иногда меня привлекает что-то, я начинаю читать. Но вот меня подкупают имена. Где-то что-то я слышал о нем. А дай-ка я посмотрю, что в нем там. Только так. То есть несистемное общение. Песни, например, Анчарова. Песни, скажем, Висборра, они же разные. Песни Галича. Да. Вот очень многие песни и того, и того, и того можно отнести как к классике авторской песни. Есть что-то, что объединяет эти песни, что их сделала классикой? Что сделала? Мне вот интересно, что делала? Вот на мой взгляд, есть то, что объединяет. Объединяет прежде всего чувственность. Что значит эмоции в песне? Вот относительно Анчарова и Галича я не берусь говорить, что это классика. Она хороша уже потому, что она существует. Но это не классика. Кто сейчас поет Галича? Люди поют, прекрасно поют. Кто сейчас поет Анчарова? Поют, я пою. Леонид Александрович, поют, поверьте, поют. Ну, поют. Ты считаешь, это классика, я несколько сомневаюсь в этом. Хорошо. Хорошо. Вот основа развития. Мы как раз подошли к тому, о чем ты пытался начать разговор, о тщеславии. О тщеславии. Да, да. Вот давай поговорим об этом тщеславии. Ты считаешь, что тщеславие – это движитель творчества, что каждый человек творческий гонимый тщеславием, создает какие-то шедевральные вещи. Я считаю, что это не так. Докажи, вот свои аргументы приведи, чтобы я понял и поверил тебе, что это вот именно так. Понимаешь, тщеславие – это мощнейший рычаг для начинающих. Мощнейший просто. Без этого, Господи, а мы с тобой что, не тщеславны? Внутри вот спроси себя. Есть же отголоски тщеславия. Хочется быть хорошим. Хорошим? Да. Хочется быть хорошим. В каком понимании хорошим? В каком понимании? В понимании массы, скажем. Вот это хороший поэт, вот это хороший музыкант. Хороший поэт и хорошие просто – это разные вещи. Нет, не просто хороший. Помнишь, мы говорили о графоманстве? Ну, это примерно из той же категории. Надо пережить. Как надо пережить? Как пережить? Любой артист тщеславен, да? Да. И вот он выходит на сцену для чего? Для того, чтобы мы его аплодировали. Нет. Он выходит на сцену, он от тщеславия забывает вообще. Нормальный человек, нормальный автор при исполнении, какой ему там тщеславие, ему главное взять зал. Ему главное – эмоции выдать. Главное – получить ответную какую-то реакцию. Здесь уже не до тщеславия. Вот когда он закончит свое исполнение и придет к приятелям за кулисой и говорит, ну как? Это что, алимент тщеславия? Ты же артист. Вот понимаешь, ты идешь от артиста, в тебе живет артист. Ты все-таки вот, ты вот кто по профессии первоначально? Ты учился? Я горный техник. А театром занимался ты? А театром занимался, я закончил театральную студию. Ну вот видишь, вот в тебе так и живет артист, я так понимаю. Ну что ж, живет, если живет, значит ему там удобно. Я очень поздно начал писать, очень поздно. А читать? А, читать, как только научился, 4 года. Ну вот видишь, процесс, значит, мы же говорим о том, что литература важна для того, чтобы сформировалась творческая личность, как минимум. Не просто там он почувствовал себя каким-то не таким, и потом так не таким и пребывал всю жизнь. Значит, еще нужно что? Нужно как минимум читать, нужно развиваться, да? Что читал ты в детстве? Ой, в детстве я много читал. Во-первых, у меня был вот такой вот том Гайдара, полное собрание сочинений, я с удовольствием читал его. И сейчас я бы советовал. Я читал Грина, много читал. Я читал, безусловно, Купера и Манрида. Совершенно разные. Стивенсона, вот это вот целая гряда морских книжек. Два капитана. Я просто в восторге. Я считаю, это лучшая книга для молодежи. Лучшая книга. Ну да, она же еще и приключенческо-познавательная. Да, но это литература. Литература. Это большая литература. Хорошо. А когда ты подошел вообще к поэзии? Когда впервые тебе прочтенное стихотворение не школьное, которое тебе в программе давали, а вот какое-то из стихотворений вдруг пробило, скажем так, тебя, да, и ты почувствовал внутри что-то вот... Не могу сказать. Конечно, прежде всего, это какие-то ближе к детским стихам. Фетт, Тютчев, Пушкин. Очень интересен Лермонтов. Я считал, что если бы он, так сказать, продлил каким-то образом свою жизнь, я считаю, что он стал гениальным человеком. Хорошо. А насколько для тебя вот существует разница между, скажем, современной поэзией и поэзией, о которой ты сейчас говоришь? Вообще 60-е и 70-е годы очень памятны должны быть для любителей, для творцов авторской песни, потому что это переломные годы. В конце концов, перешли от сусальных романсов, которых было не видно еще с тех довоенных времен. Очень много было пошлятины всякой. Очень в ходу, кстати, были уголовные песни, которые принесли там в страну, а то после войны уголовная была. Вот и все. В 60-е пришли люди. То есть ты к поэзии через песни пришел или к песне через поэзию? Вот мне понять хочется просто, что изначально тебя зацепило? Изначально песня меня зацепила. А потом уже? А потом уже интерес к поэзии. Я почему об этом говорю? Как меня зацепила эта песня? Вот для меня это памятный год. В этом году исполняется 55 лет, как я окунулся в авторскую песню. На что за рубеж? На материальном каком? Интересном. Значит, существовал городской молодежный театр, при нем ВИА. И мне предложили солировать в ансамбле. И ты знаешь, что они взяли в репертуар? Писборо вечер спрятался за крышу. Изумительная оркестровка, которую делал Дима Лалетин. Вот изначально. Все, с той поры я уже был конченый человек в этом смысле. Я уже там, в авторской песне. А вот в то время тебе, из тех, скажем, авторов той поры, все равно кто-то больше там глянулся. Наверное, ты кого-то предпочитал больше. Конечно, конечно. Глянулся в Висбор, прежде всего. А глянулся он вон чем. Он умел какие-то бытовые сценки, бытовые события придать ему философский смысл. Очень интересно, очень забавно, как это он делает, ненавязчиво. И очень интересно. Это прежде всего. Потом? Потом был Анатолий Загод, как ни странно. Потому что его песни с 60-х годов, они были настолько гармонические, музыкально, свежи, что без них как-то не отойдешь от них. Вот ты сейчас сказал, пока я это помню, о гармонической свежести авторской песни в те времена, да? Я вот о чем подумал. О том, что гармонии, гармоническое построение авторской, многих, скажем, авторов, не всех. Есть там очень много было упрощенных вариантов, которые, кстати, тоже стали, остались, зацепились как-то эти песни. Но когда начинаешь разбирать гармонии тех песен, как они были построены, начинаешь находить похожести к гармоническим построениям эстрады того времени. Безусловно. Это взгляд или подражание, или что? Ничего подобного. Это не подражание. Вот радио, скажем, Попов, с одной стороны, с другой стороны, мы не помним фамилию. Одновременно практически, только англичанин запатентовать успел раньше. Так и здесь. Ты, может быть, даже не знаешь, что это... В воздухе висит, как говорят. Да, да, да. Мне кажется, немножечко не так. Я тут готов поспорить с тобой. А как ты думаешь? Мне кажется, что любой музыкант формируется... Вот помнишь, ты говорил слово «среда», да? Вот. На музыкальной среде, в которой он обитает. Это воздух, которым он дышит. Если ты говоришь про радио, сказал, это радио, из которого доносится вот эта музыка, да? Это кино, в котором звучит вот эта музыка. Там даже простейшие там гитарки, которые там звучат, они были совершенно не такими, как сейчас. Ну, ты меня, может быть, неправильно понял. Я сказал, что на первый взгляд повторяющиеся мелодические годы... Я не про повторяющиеся. Они не означают какого-то воровства или заимствования. Нет, я как раз не про это. Я как раз хочу сказать, что когда ты, грубо говоря, сидишь и лепишь ворону вот такую же с человеком, который умеет это делать, а ты не умеешь, ты все равно стараешься эту ворону слепить хотя бы похожей на вот эту. То есть композиторы, профессиональные композиторы, которые создавали эстрадную музыку... Я не говорю там про какую-то политизированную музыку, которой было тоже очень много, а просто музыку, которой жило кино, опять же, я говорю, эстрада, да? Там было очень много прекрасных вещей. О, ты что! Просто великолепно сделаны гармонические. Дело в том, что когда мы говорили в программе «Барды поют советские песни», я сказал сразу, что, обратите внимание, что вот песня – это две составляющие. Уберем отсюда, так сказать, харизму авторскую, исполнители и прочее, прочее. Имена какие? Цфасман, Маркараусов, Богословский, Кац, ну, в общем, имен очень много. Назовите поэтов. Тю-тю. Потому что даже в словарях, даже в сегодняшних песенниках пишут «Музыка такая-то, слова такие-то». То есть слова вот взял, по муковке надергал, получили слова. Ну, вообще, в этом деле, в песенном, насколько я знаю, отцом, если мы вот так будем ставить, отцом считался композитор. А вот слова, главный композитор, потому что он создаёт песню. То есть до того, как эта песня появилась, были просто стихи или просто тексты. Поэтому обижаться тут не на что, я думаю. Нет, обижаться, конечно, не на что, но тем не менее это… Была же целая такая профессия. Поэт-песенник. Он писал именно тексты для песен. Это тоже, кстати, очень сложная работа, на самом деле. На самом деле очень сложная. Я удивляюсь, почему серьёзные поэты, секретари-писатели, не признают. А, это песенник? Нет, не подойдёт. Ну, Лебедев-Кумача 15 лет не брали в Союз писателей. А уже была готова священная война. Уже пели во всём. Ну, к музыкантам, к композиторам тоже так же относились, когда говорят, лёгкий жанр. Но песни – это не такой уж лёгкий жанр, на самом деле. Нет, это не лёгкий жанр. Хорошо. Это вот, кстати говоря, говорим о песне, а о песне мы почему-то упустили из виду соприкосновение музыки и текста. То есть попадание в центр этой песни – это важнейшая составляющая. Здесь очень много соприкосновений происходит, понимаешь? Особенно в авторской песне, вот в нашем жанре, да, соприкосновений происходит много. Это поэзия – раз, музыка – два, исполнение – три. И то, о чём мы чуть-чуть попозже поговорим, присутствие личности. Я наживал пять критерий. Но это я сейчас не про критерии. Я хотел ещё спросить вот о чём. Когда мы говорили о саморазвитии, мы чуть-чуть краем коснулись, но не договорили. Мы не развили эту тему, в которой бы прозвучало слово «свобода», «свобода творчества». Свобода творчества – вот та, которую достигает поэт или музыкант даже, когда у него появляется возможность делать так, как он хочет. Когда его не держат какие-то правила, потому что всё великое, оно происходит как раз на изломе. Можно – нельзя. Вот когда человек перешагивает вот это «нельзя» и создаёт что-то своё, которое не относилось, которое нарушает какие-то каноны, которое не подчиняется традиции, появляется что-то свежее, и вот это мы и называем талантливым. Потому что, на мой взгляд, любая традиция – это несколько такая, как бы, притормаживающая. Я не скажу, что совершенно тормозящая, но это такой якорёк, который ты тащишь за собой, и он постоянно за что-нибудь цепляется и не даёт тебе вот рвануть. Вот иногда надо эту цепочку… Совершенно объективная реальность. Это обязательно. Якорёк существует во все времена. Значит, когда мы говорим «свобода», мы говорим о невседозволенности. Потому что этот якорёк тебя действительно держит. Это внутренняя цензура, которая заставляет тебя правильно смотреть на происходящее. Это нормальное явление. И никто ничего не тормозит. Где тот момент, когда ты находишь силы это всё оторвать и делать то, что хочется? Или ты остаёшься вот в этом состоянии традиционном, и ты как все, а потом ты вдруг берёшь этот якорь, бах, и пошёл уже сам. И тебе уже не надо ничего. Но это же тоже в творчестве. И его несёт в открытый море, а там, бог верь, что случится. Да и ладно. Ну всё, понятно. Да и ладно. Если уж мы начали говорить о молодых авторах, о авторах вообще, есть место, где, собственно говоря, изначально автор себя и проявляет. Это какой-то конкурс. Потому что он в какой-то стадии начинает понимать, что реакции друзей, и поощрительной чаще всего реакции друзей, недостаточно. Нужна другая публика, которая сможет оценить тебя. И тогда он ищет вот эти возможности какие-то в конкурсах. Конкурсы авторской песни. Мы много лет с тобой этим занимаемся уже. И когда-то сами начинали, вот точно так же приходили когда-то в конкурсы, что-то пытались сделать. Но вот спустя много лет ты всё это наблюдал, ты всё это видел. Как ты думаешь, что, собственно говоря, кроме просто признания ищет автор, приходя в конкурс? Понятно. Конкурс – это вообще возможность самовыражения. И больше он, во всяком случае, кроме клубных каких-то мероприятий, он не в состоянии привлечь к себе внимание, за исключением редких друзей, которые у него остались. Для него конкурс – это единственный способ оценить себя и почувствовать оценку других людей. Это вопрос реализации своих возможностей. Но это же страшно. Но это же страшно. Для человека, который не выходил на сцену, для человека, который не стоял перед жюри. Я же помню себя в этом состоянии. Я не знаю, помнишь ли ты, я себя помню, когда ты выходишь, как на эшафот на эту площадку. И я, ты понимаешь, у меня же все-таки актерские какие-то данные сохранились. Я зала никогда не боялся. И первый конкурс 1974 года, и потом последующие четыре конкурса, а потом я уже отошел от этого, пусть там молодые попляши. А когда это было? Расскажи-ка это поподробнее. 74-й год, декабрь первый. Где? Это было, сейчас скажу, где это было. 74-й год. В каком-то клубе, не знаю. Знаю, что второй конкурс проходил в лесу. Под этим самым. На Деме. Это у нас здесь, в Башкирии, да? Да, второй конкурс проходил там. Все остальные конкурсы были в городе. А куда-то на сторону ты пробовал ездить, показывать себя? Нет, нет. Мне хватало здесь, потому что народ был еще не избалован авторской песни, они с удовольствием слушали. А когда авторская песня приняла массовый характер, тут уже вопрос вкусовой. Значит, известное имя пойду, неизвестное имя не хочу. Вот такие дела. Нет, я говорю про тебя. Ты сам каким-то образом выезжал куда-то еще. Ты говоришь, вот здесь, я вот здесь принимал участие. Да, конечно, конечно, конечно. Тогда ведь возможности были, не то, что сейчас. Тогда завод или фабрика какая-то, где ты работаешь, мог выделить даже деньги на конкурс. Так было с конкурсом в Минске. Так было с конкурсом в Чебоксарах. На грушу нам давали деньги. А ты думаешь, что сейчас что-то так, на грушу вам съездить давали деньги? Да, да. Ну, ты знаешь, я не думаю, что очень много что-то поменялось, потому что фестивали, они отличаются тем же, скажем, многолюдием, еще так можно выразиться. Там столько, они тоже находят где-то деньги. Им никакие фабрики и заводы не дают, но они приезжают. Лев Александрович, они приезжают, поверь, там много людей. Да, да, я знаю. Здесь просто время поменялось, какие-то вещи поменялись, которые ты уже не заметил. Ну, вот так получилось, что я ездил не очень много. На гитаре я, на большой гитаре я стоял в 76-м году. Лавров не изыскал, но вот здесь я волновался. Здесь я волновался, потому что эта гора перед тобой с этими фонарями впечатляет. Мигает все, мигает. Да, да. Ну да, гора была другая. Я недавно показывал фотографию, люди, которые вот со мной работают в клубе, они, рассматривая наши съемки, когда мы туда ездили снимать, они говорили, о, смотри, сколько народу. Я им принес фотографии начала 80-х годов, там показал, вот вам 87-й, 88-й, как выглядела гора, и сколько там было людей. Просто открытый рот. Ну, время другое, времена. Время другое, конечно. Но тогда собирали по 200 тысяч, но это было все равно, ведь родился-то, груша-то родилась не так уж давно, в 67-м, по-моему, году. Поэтому это был процесс становления, узнавания, и на грушу ехали просто посмотреть, потусоваться. А тебе не обидно, когда грушинский фестиваль называют грушей? Нет, не обидно. Не обидно. Не обидно. Дело в том, что, ну, называют же так. Ну, называют. Ну, вот, фестиваль имени Варилия Грушина. Ну, хотя бы грушинский фестиваль. Ну, хорошо, хорошо. Но меня не смущает. Хорошо, понял. Может быть, твой страх, отсутствие твоего страха было бы условлено тем, что ты все-таки таскал-то на сцену чужие вещи. А молодой автор, абсолютно неизвестный, непризнанный, он выходит и выносит то, что он написал. И ответственность у него удестеряется. Удестеряется. И поэтому, может быть, он ощущает это волнение. Потому что ему не просто нужно выступить, не просто даже победить в конкурсе, а у многих желание, может быть, то, о котором мало кто задумывается, донести песню, показать песню. И вдруг я что-то сделаю не так, и ее не услышат. Понимаешь, вот не победить... Понятно, понятно. А просто... Вот совершенно, совершенно изуверский лозунг Олимпийских игр. Главное участие, а не победа. Нахрена ты приехал сюда, если ты не собираешься победить? Ну, это... Нет, конкурс, он... То же самое. Конкурс предполагает желание победить, конечно. Если человек идет в конкурс, там что-то предполагается. А для чего это? Для чего вот человеку вообще соревновательность? Для того, чтобы ощущать себя как-то лучше других? Что? Значит, в каждом случае победа где-нибудь на разных конкурсах, это большая или маленькая ступенечка для роста вверх. Это совершенно точно. То есть ты победил и сразу вырос? Ну, не сразу. Я говорю, у тебя это ступенечки. Они большими могут быть маленькими. Нет, подожди. Вот когда он на эту ступеньку... Вот когда он на эту ступеньку наступил? А это надо его спросить. Это у творца. Мне кажется, что он уже, понимаешь, эту ступеньку преодолел, когда написал ту вещь, за которую дали ему... Нет, подожди. Вот, как для творца, как человека творящего, он уже сделал вещь, в которую он переступил... Вернее, наступил на эту ступень победителя. И что? Ну, это не конкурс ему дал, понимаешь? Участие в конкурсе только фиксирует то, что он этого достиг. Больше ничего. Ничего подобного. Вот спроси. Спроси у любого лауреата, любого конкурса, что это тебе дало. Он тебе ответит, что это толчок наверх. Это толчок наверх. Ну ладно, спрашиваю. По-другому нет. Давай, давай. У тебя есть возможность спросить у меня. Спроси. А вот как ты сам считаешь, что конкурс необходим? Нет, ты говорил, что вот ты спросил у каждого. Вот спроси у меня. У тебя есть такая возможность, шанс. Спроси. Что для тебя? Что тебе дало это? Да, что тебе дало. Ничего. Я тебе честно скажу, ничего. Ни одна победа в конкурсах, в которых я побеждал, мне не давала ничего. Потому что, я еще раз говорю, я приходил уже с тем, что уже сделано. Значит, я уже для себя, я уже достиг этого уровня. Понимаешь? Я сам для себя этого уровня достиг. А это только констатация. Ребята, вот я сделал, пришел, вот посмотрите. Я уже там. Видите, у всех ведь этот процесс происходит по-разному. У тебя так, у другого так. А все-таки главное – это ступенька. Это очередная ступенька. Согласен ты, не согласен, но это так. Дело в том, что уровень победителя чаще всего, ну, как бы не чаще всего, но очень часто не соответствует представлениям людей. Почему очень много критики в адрес жюри? Потому что и обоснованные критики очень часто. Потому что вот туда, и где как бы фиксация вот этой планки, она немножечко как бы смещена сегодня в сторону некоторой нечестности по отношению ко всем остальным, да к тому же автору. Вот ему кто-то, кто-то его поднял, поставил, помог где-то, да? Там, там, там. И вот мы получили в итоге. Но мы получили не то, что он заслужил, и тем он будет там пользоваться, не пользоваться, этим не воспользуешься на самом деле. Потому что это ничего такого никогда не дает. Это ничего. Мы все это прекрасно понимаем. Но для общего дела, когда вот эта планка как бы явно очерчена для остальных, которые остались внизу, для них нечестное судейство, оно всегда заметно и видно. Кстати говоря, о нечестном судействе. Почему на больших даже фестивалях нет правозащитной комиссии? Интересно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. На самом деле, вот человек... Ты хочешь в такую комиссию войти? Нет, я не хочу, но есть люди, которые под долгую службу обязаны это делать. Вот смотри, человек, занявший, скажем, третье место. Люди, которые слушают, считают, что несправедливый, он должен был быть победителем. Где та инстанция, которая смогла бы утвердить правомерность решения жюри? Нету... Хотя бы обратиться. Ну, посмотрите. Вот мое творчество, вот запись. Вот эта запись моя, вот эта запись его. Посмотрите. Третьейское судейство. А толку не будет все равно. Третьейский судья тебе нужен, да? Да. А толку все равно не будет. Ну, конечно, это глупо. Я думаю, что это глупо. Оспаривать в любом случае глупо. Я же не говорю о том, что вот нечестное судейство, вот кого-то они тогда поставили, и все, и можно идти там. И, ну, как бы мы знаем некоторые способы воспитания жюри. Ты помнишь, мы просто озвучивать их не будем. Я про другое. Меня вообще не интересует по большому счету. Честно они поступили. Пусть это на их совести остается, да? На совести того человека, который туда поднялся, ему не стыдно. Я вот об этих, которые вот, об авторах, которые вот пришли в конкурс тоже, и которые еще только хотят прийти в конкурс, когда они видят вот так, они не придут завтра. Я вот об этом, что вот существует такая проблема. Вот, ну, ты считаешь так, я считаю... Я думаю, что не надо усложнять, не надо усложнять проблему. Ну... Придут, не придут, у меня было несколько случаев. Приходит человек со стороны, мальчик пришел из подворотни, его 18 лет, он принес такие, такие изумительные песни. даже Высоцкому не снилось. Он, вот бытовые зарисовки такие, но настолько сильно все показано, мальчик не явился на конкурс. А сегодняшние песни, вот, насколько, насколько ты осведомлен состоянием сегодняшней авторской песни? Не очень осведомлен, не очень осведомлен, потому что, понимаешь, видимо, все-таки дело в возрасте, я некоторым образом теряю, теряю интерес такой вот всеобъемлющего знания. Оно вообще возможно? Ну, ну, нельзя все знать. Конечно, но то, что я знаю, я знаю только, ну, скажем так, неположительные стороны сегодняшней песни авторской. Значит, во-первых, зауми. Чистой воды зауми. Значит, главное покорить публику своим интеллектом, а там хоть трава не расти. Вот я знаю вот это, вот это я об этом напишу, и все будет красиво. Второе, второе, это вот мы уже говорили об этом, непопадание музыка в стих. Это очень часто происходит, и это совершенно вредит авторской песни. Я не знаю. Вот жюри работает, не никто. Вот у нас был некоторый опыт, после после фестиваля, через 3-4 дня собираются участники конкурсного концерта, и мы производим раскладку, кто, чего, у кого, у кого, что. Были такие опыты. Сейчас же этого нет, сейчас же, ну хорошо, не победил, ты стал, стал где-то вторым. Так объясните мне, что у меня не так? Вот заумность в песне. Что? Вот люди, которые сейчас нас смотрят, они могут не понять. Значит, вытаскивается какая-то тема, не знаю, какая, и автор пытается придать этой теме какой-то глубокий философский смысл. А на самом деле проблема гроша ломаным не стоит. Вот это зауме называется. Когда ты говоришь о заумности, я так понял, ты куда-то в текст ты уходишь. Но бывает заумности в музыке ведь тоже? Ведь ты же сам заумночаешь в музыке. Нет, это вопрос куда более серьезный. Дело в том, что музыка-то, она по-настоящему-то, если она попадает в цель, в точку, в центр этого стиха, то она помогает глубже понять смысл произведения. Подожди, а что должно попадать? Мелодический ряд, вот мелодия, да? Мы же о разных вещах можем сейчас говорить, а друг друга не понимать. И люди нас слышали. Ты что имеешь в виду? Мелодический ряд должен быть каким-то таким, который попадает туда, куда надо. Да. Вот мы, когда говорили с тобой о поэзии в сетях, о том, что сейчас достаточно много всего повалилось туда в сеть, ты говорил, что читаешь, читаешь там что-то из того, что тебе присылают. В сторону ты не ходишь вообще, то есть не смотришь? Нет, практически нет. Я смотрю только знакомые имена. Знакомые имена. Ну вот откуда ты эти знакомые имена берешь? Знакомые твои или где-то кто-то тебе рекомендовал? Мои знакомые или знакомые через интернет. Ну это как бы какая-то очень небольшая часть людей, которые пишут и ты их знаешь. Но их достаточно много и там стихов разных много. И в общей массе эти стихи, конечно, вот у меня, честно говоря, вызывают рвотный рефлекс, потому что во всей этой куче написанного поэтического, вернее, стихоматериала очень мало поэзии. И для того, чтобы найти там хорошие стихи, приходится очень много рыться. Я не знаю, как вот это умудряются делать люди, которые пишут музыку для авторской песни, им приходится перелопачивать ну просто терриконы этой вот, этой вот отвалы целой этой вот никудышной поэзии, чтобы найти что-то. Отчасти я не влезаю так глубоко в поэтический ряд на интернете, потому что я просто не загружаю свою память. Зачем? Все равно нравится мне что-то. Я прочел, понравилось. Что твоей памяти будет-то? Да ничего ей не будет. Если ты начал читать и понял, что это фигня, извините меня, но ты не читаешь и все. Правильно. Но поиск все равно, вот когда ты идешь по полю, да, и пытаешься найти там шампиньон, ты все равно наклоняешься к каждому беленькому там пятнышку, который на поле у тебя. Ну это вынужден это делать. Поэтому вот ты хочешь, не хочешь, а наклоняться приходится. Этой поэзии много. Я хотел просто сказать о том, что вот я недавно натолкнулся, просто мне мысль такая пришла, что в принципе ничего страшного не произошло и не происходит, когда говорят, что вот сейчас такой бум некудышной поэзии идёт бумкудышной поэзии, потому что я для себя нахожу великолепные стихи, я знаю, где их искать и нахожу. Я к этим стихам отношусь, которые вот здесь в сети очень много публикуются людьми и которые очень любят их, кстати, везде рассовывать, показывают. Смотрите, вот я гениальный стихотворий написал. Вот я там, 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 я в этом конкурсе принял участие, в этом, вот у меня грамота, я великий поэт. Смотрите, я великий поэт. Я для себя подумал и понял одну вещь. Всегда было так. Не было только возможности вот этим людям выбрасывать эти свои стихи. Ну, сумеется, всегда было так. Раньше была всё-таки редактура какая-то и какой-то цензурированный отбор, что ли, этой поэзии. Может быть, это хорошо, как ты думаешь, вот что вот тогда было и, может быть, поэзия более качественная, она всё-таки на гора выходила и приходила более качественная поэзия к людям? Нет. Так. Я думаю, что цензура, как таковая, будь то проза, или поэзия, ничего хорошего не даст. Всё так, до такой степени замылилось, что человеку простому, который, в принципе, любит стихи, любит читать, но вот он всё время натыкается вот на эти вот не на шампиньоны, а на белые пятнышки. Он раз ткнулся, два ткнулся, и у него интерес пропадает к поэзии, вообще читать её, искать её. Как ты говоришь, вот друзья есть какие-то, а дальше я не пойду, потому что я там всё равно ничего не найду, а наклоняться лишний раз не хочется. Может быть, что-то всё-таки есть в том, чтобы каким-то образом часть поэзии где-то фильтровать кому-то, каким-то образом отфильтровывать, для того, чтобы совсем уж... Я не говорю, что всё равно это всё нужно, но чтобы совсем мусор вот не лежал с совсем хорошим. А у нас, получается, что всё в одно... В помойном ведре лежит всё. Вот. Есть люди, которые пишут не для показухи. Поэзия, как связь вот между временами, поэзия, как... А, интересно. Как основание вообще вот в авторской песне. Ты всё время говоришь, что текст для меня очень важен. Как ты думаешь, вот то, скажем, движение, о котором мы говорили, такое, как бы, волновое, да, подъёмы, спады, интересы к поэзии в стране, я не знаю, как там в мире, но вот по собственной стране мы видим, что происходило, да, там Серебряный век, спад, потом, ну вот, шестидесятники, подъём такой мощный, да, хотя, по сравнению с Серебряным веком, я думаю, что волна-то, волнишка поменьше была, волнишка поменьше была, и теперь опять мы... Ивён-то не было. Мы на уровне спада. Четыре имени, которые там работали, а больше волны не было никакой. Ну, нет, все-то, там много кого было ещё, ну, просто... Много не было. Если сейчас мы возьмём, там всё равно были люди ещё, которые не входили в этот, скажем, костяк, да, там ещё и рядом были люди неплохие, на самом деле, если внимательно присмотреться. Я... О песне. Насколько вот сама песня и её, скажем, приход авторской песни в те годы, в конец 60-х, начало 70-х были обусловлены взлётом поэзии именно. Да. Могла ли произойти такая ситуация, что песня бы появилась сама по себе без этого взлёта? Как ты думаешь? Без этого чего? Ну, без этого взлёта интереса к поэзии вообще. Появилась бы... Вот смотри, представимся гипотетически. Нету, вот, нету политехнического, нету, как бы, вот этого мощного интереса поэзии. Ничего нету, просто ровно как бы, как оно шло, так оно и шло. Появилась бы авторская песня вот в то время, вот в те годы? Думаю, что да. Думаю, что да, потому что... Ну, это же неизбежно. Это неизбежно. Человек писал всегда и будет. Человек всегда стремился к музыке. Нет, я несколько другое. Всегда до того были люди, которые писали, которые брали гитару, которые пели до войны, во время войны, после войны. Очень много, на протяжении многих лет люди брали гитару, сочиняли какие-то стихи и пели. Но вот этого взрыва авторской песни тоже, появления её как целого движения, и этого не было. Не обусловлено ли это вот как раз этим интересом? Ты говоришь, что вот... Нет. Нет. Я говорю... Хорошо, объясни, чем обусловлено. Если по-крупному говорить, то это изменение политической ситуации. Так. Прежде всего. Так. Ну-ка. Ну как? Вот мы говорили о свободе. Что такое свобода? Мы говорили о свободе творчества. Это разные вещи. Нет. Свобода творчества это тоже кусочек свободы. Я говорю о другом. Кусочек творчества. Когда... Когда открылись форточки, вот тогда человек понял, творческий человек, что можно, можно и нужно писать. И есть о чём писать. И вот проявился интерес. Я считаю... Пока ему форточки не открыли, он как бы... Там, возможно, ничего бы не произошло. Возможно. То есть вот теперь всё-таки? Чё? Ну, мы пели бы свой блатняк, который там в 60-е годы очень пользовался популярностью. Ну, это было бы так. А вообще, на одном из фестивалей ко мне обратился человек и сказал, «Ой, блин, какая беда, умирает у нас авторская песня». Что значит умирает? Если у нас у вас умирает, да хрен с ним, пусть у вас помрёт она. Потому что всё равно придёт что-то другое. Мне неинтересно об этом говорить. Потому что молодёжь, молодёжь, эта молодёжь сама не знает, чего хочет. А вот та молодёжь, которой мы с тобой были, она знала, чего она хотела? Мы знали, что надо... Вот это вот хорошая поэзия, вот это вот поэзия неважная. И можно было, если ты... Обязательно нужно иметь какого-то человека, которому ты доверяешь, ты скажешь, вот это вот не так. Вот это вот идёт в разрез. Вот мысль-то у тебя правильная, а оболочка, оболочка слаба. Это надо, чтобы кто-то что-то говорил и подсказывал. А сейчас, сейчас этого нет. То есть ты считаешь, что им не подсказывает никто? Да нет, никто не подсказывает, конечно. Они сами выцарапывают то, что услышали, перелопачивают. Как ты говоришь, что... А кто виноват тогда? Может быть, виноват старшее поколение вот это вот ты, я, люди такие же, как вот мы с тобой? Нет. Они же, значит, куда-то должны были прийти, как ты говоришь, чтобы там... Государство. А государство обязано показывать им? Ты, парень, вот я сейчас тебе расскажу тот ряд, о котором ты говорил. Нет, я говорю не по-крупному. Государство, это не человек. Государство, это система, которая должна, должна, обязана указать верный путь исполнителю, автору, поэту, я не знаю. Каким образом? Цензурирование невозможно. Это нельзя. Очень просто, очень просто. Приходите, чиновники, приходите в клубы. Так. Знаешь, когда ты хочешь, чтобы там все заорганизовалось, по чиновникам? Нет. А что? Что они должны сделать, Когда клубу сентября исполнилось 30 лет, я собрал огромное количество подписей и отправил в Министерство культуры. Что ты думаешь? Ни ответа, ни привета, ничего. Ну ладно. Вот отношение власти, властей, придержащих ко всему, что происходит. Лев Александрович, вы меня просите, конечно, вот, какого, извини, рожна какой-то чиновник будет обращать внимание на человека, который вдруг у него сбрендило, что он поэт, ему сбрендило, что он артист, что он певец какой-то, ему захотелось где-то что-то там попеть. Да на кой он ему нужен на самом деле? Нет. Государству на кой этот человек нужен? Тогда плохо вообще в государстве с культурой. Давай вернемся мы к тебе чуть-чуть. Мне хотелось спросить тебя, я где-то там пытался это сделать, но у меня так не получилось в разговор, но очень было бы интересно послушать, когда, вот когда к тебе попала в руки гитара впервые, и все равно у тебя был какой-то, я так понимаю, автор, который произвел какое-то такое впечатление на тебя, неосгладимое, что ты вот стал играть на гитаре так, как ты как ты это делаешь, скажем, не не могло быть такого, что не было людей, которые на тебя никаким образом влияли. Значит, с гитарой я познакомился очень давно, еще в школьном возрасте, это была семиструночка, и играл я в эти самые народные шлягеры, которые меня мама причем учила, ну, такие вот доходяги. Ты тогда жил в Садке, да? Нет, Уфея жил. И вот год был в классе пятого, шестого, наверное. Вот. А потом, потом пришли вот эти начало шестидесятых годов, вот музыкальный ансамбль был при городском театре, посмотри, что за ансамбль был, Наил Ютяшев, будущий профессор Гресенки, Марк Грахов, наилучший популяризант джаза и сам джазовый музыкант, Дмитрий Лалетин, профессор философии в Воронеже живет. Вот представляешь, вот такая, два человека в танцевальной группе, два человека из ансамбля Гаскарова, так сказать, по пенсиону, видимо. Вот такие люди там были. И когда мы с Марком познакомились достаточно близко, а он уже знал авторскую песню, причем пел Кукина, Пел Клячкина, Пел Высоцкого, и вот играл уже на шестиструнке. И тогда, тогда я решился переходить, и на шестиструнку я пришел где-то в 69-м году, наверное. Поздно. И вот первый учитель мой, Марк Грахов, изумительный совершенно мужик. Но это все равно, это как бы джазовые дела, я понимаю. Нет, не джазовые дела, просто аккомпанемент в авторской песне. Вот он авторскую песню поет, вот аккомпанемент, он выискивает что-то из него. То есть Марк тоже, я просто не знаю, я не знал, я Коля знаю, а брата я его не знал. Он к авторской песне тоже какое-то отношение имел? Он пел ее просто. Ну, прости, я... Он не творил ничего, он не был в восторге, у него одно влюбимое, это джаз. Больше у него ничего не было. Он единственный в Союзе собрал огромную антологию, значит, джазовых знаний, будем так говорить. Он переводил с венгерского, с польского, с английского, с турецкого, бэкапывал все, что угодно. И вот, вот такая вот книжечка собралась у него. И никак, никак издать ее не удавалось. А это колоссальное пособие для джазовых музыкантов в те времена. Просто колоссальное. А к авторской песне, он просто пел ее, пел ее, компонировал, как слышал. Мелодия у него есть, а вот аккомпанемент я слышу вот так. Я старался ему подражать, смотреть, что он делает. На одном из фестивалей я сидел в Костровой зоне и меня попросили там поиграть. Я спел несколько песен и человек из Калининграда так призадумывал, что сказал, а вы случайно Льва Александровича Малыха не знаете. Вот ощущения какие-то. Хотя я совершенно по-другому играю, у меня совершенно другие какие-то. Но что-то человека наталкивает на какую-то мысль, которая ведет его по правильной дорожке. А это был Фишман. По правильной дорожке. Ну да, да, да. Это был Фишман. Потому что вот зная, как ты играешь и зная что-то, хотя мы совершенно по-разному играем, что-то он уловил такое, что могло нас с тобой... Может быть, он не глупый мужик. Есть какие-то связи, безусловно, а как же. Еще кто. Мне очень нравилось в свое время слушать, да и сейчас нравятся песни Клячкина в твоем исполнении. Да. Смотреть, как ты это играешь. Сейчас я уже потерял. Сейчас я уже потерял Клячкина в себе. К сожалению. Я ведь почти полностью весь его репертуар знал. Почти полностью. Единственное, что я не позволял себе трогать не только у Клячкина, трогать очень личные вещи. Вот я никогда бы ни за какие деньги не пил бы его «Возвращение». Настолько личное, что нельзя трогать его. Нельзя. Ну, насчет нельзя трогать. Знаешь, я вот тоже размышлял очень много по поводу того, что есть очень много авторов, чьи песни поют. Есть, опять же, достаточно много авторов, чьи песни не поют. и не потому, что они плохи, а потому, что они настолько личностные, что они просто в другом исполнении, они не слушаются, они неинтересны. Вот в этом может быть феномен авторской песни. Потому что... Песня есть, а петь ее... Потому что личностные переживания не восполнимы, не воспроизводимы никем. Это невозможно. Вот еще такой вопрос, если мы уже говорили об авторской песне о КСП, ты, как человек, который в этом городе можно тебе сказать... Ты всю жизнь прожил. одним из первых туда пришел, как организовал когда-то все то, что было здесь. Вот жизнь. Что давало вот это общение, что давало тебе присутствие в твоей жизни самого клуба вот на том этапе, когда ты его посещал, да, и... Ты знаешь, я нескромно тебе, может быть, отвечу. Я умнел. Я умнел от этого общения. Вот и все. Представь себе. С кем тебе нравилось общаться? Вот клуб, через него прошло очень много людей. И я ведь тоже помню вот те... то состояние клубов, когда это такой был дискуссионный такой клуб, когда можно было не просто там прийти, потусоваться, а именно показать, обсудить, поспорить по поводу твоих работ. Было, было такое, да. Это было... И получить достаточно квалифицированную, кстати, оценку по тем временам. вот сейчас сравниваю, когда это так. Иногда даже некому можете замечание сделать правильное. Ну, это был период не слишком большой, когда вот клуб действительно всерьез занимался. Люди, которые там были, кто тебя из наших уфимских, вот если вспомнить, людей... клубные, клубные люди. именно клубные люди, которые тебе каким-то образом вот очень уж ярко отпечатались в твоей памяти. Я имею в виду вот именно вообще людей, которые что-то делали, может быть, совсем не пели, может быть, тоже как вот... Они что-то делали. Татьяна Беляева, конечно. Татьяна Беляева. Ася. М? Ася. Ася Актуганов в меньшей степени. В меньшей степени. Ася все-таки тянулась ближе к команде альпинистов стареющих. Я, кстати говоря, тоже в этой команде. Я в то время наблюдал, что очень много людей, которые были рядом с клубом, они обеспечивали его работу просто так. Они приходили в клуб, это были архиваторы, которые постоянно таскались, здесь все записывали. Вот Малышев, пожалуйста. Витя Малышев, да. Целая куча как бы все эти кассеты, мосеты там. Это очень много было людей, которые просто помогали, которые ездили на фестивале с нами же, да, которые ходили просто как вот как группа поддержки, да, и они в клубе участвовали в этих же разговорах постоянных и в обсуждениях также. и многие были интересны. Пахомов был Юра такой, помнишь, такой был парень? Такую достаточно умные и яркие, яркая личность по тем временам. Да. Вот. И мне тоже очень многие люди запомнились. Это не очень похоже на сегодняшнюю жизнь клуба. То есть он как-то изменился, трансформировался во что-то не такое, не то, что нам нравилось, не то, что мы любили. не то место, где можно было вот так по-серьезному поговорить. Я не знаю, и существует такое место сегодня? Я и про то и говорю, что такого места сегодня не существует. То есть клуб уже стал не таким. Для не обидно? Что? Ну, что вот так произошло, что вот клуб как-то вот он шел и ушел. Обидно? Я бы хотел все-таки вернуться к молодым. Вот при всем том, что можно говорить там не очень, скажем так, удовлетворяющем даже, не очень удовлетворяющем состоянии авторской песни, мы с тобой видим, что на наших глазах люди, которые занимаются в Уфе и у которых есть, была на протяжении многих лет такая база, как Белый Ворон, куда можно было прийти, встать на сцену просто на концертах, которые стабильно проводились, на репетициях, которые очень много дают людям, которые берут в руки инструмент, выходят, они ощущают себя на этой сцене. Я вот замечаю, сколько сразу по сторонам люди, которые уезжают из Уфы, вот достаточно серьезных конкурсах, они побеждают. Это Эльминский фестиваль, который в этом году, ну просто вот как бы он большинство, я думаю, там наших призеров на Грушинском фестивале стали появляться и заявлять о себе наши люди, понимаешь, вот именно люди, которые занимаются в Белом Вороне. И это заслуга, вот основная клуба, его база, которая дает возможность людям себя прочувствовать на сцене для того, чтобы потом показать. Если этого бы не было и не было бы этих многих побед, потому что не так просто выходить на сцену, когда ты к этому не готов. Даже вот ты семья пяди, пяди во лбу будешь, если ты не выходишь на сцену, тебя взяли от костра на сцену, и все, тебя нету. Нужна сцена, нужна возможность это делать. Молодежь, в Уфе есть вообще, как на твой взгляд, есть ли молодые люди вот тот самый потенциал, который может каким-то вот... Есть, я не могу участвовать за... Я не говорю про за всю Одессу, но все-таки в Уфе есть молодые люди. Есть молодые люди. Другое дело, что наше незнание того, что эти люди существуют не освобождают нас от ответственности, что они не знают и никуда не ходят. Мы тоже в этом виноваты. А люди эти есть. Ну, было бы удивительно, если бы в таком большом городе их не было бы. Конечно, удивительно. Конечно, удивительно. Хорошо. Но как-то закругляя, может быть, разговор, есть смысл тебе какое-то пожелание высказать этим людям, молодым, которые приходят в авторскую песню, ты в ней провел жизнь. Мы об этом уже говорили. Что ты сегодняшним молодым людям, которые приходят в авторскую песню, можешь пожелать? Не важно, это авторы, исполнители, просто люди, которые коснулись авторской песни, им хочется. Старайтесь становиться лучше. Старайтесь становиться лучше. И в этом очень важна самооценка. Хорошее критическое отношение к своему творчеству. Не надо бояться критики, не надо бояться сцены, потому что это главные уроки, которые исполнитель получает для своего творчества. Вот и все. по-человечески это, конечно, само собой. Здоровье, хорошего голоса, работать над инструментом, все, что сопутствует развитию авторской песни. я хочу поблагодарить нашего, моего сегодняшнего собеседника Льва Александровича Малых за эту интересную беседу. и вам пожелать слушать нас, смотреть в интернете, где будете находить «Ночок белый ворон». Обязательно интересуйтесь тем, что происходит в нашем клубе. Мы и дальше будем вас радовать какими-то интересными беседами и встречами. До свидания. Пока. Субтитры